Приветствую вас, братья и сестры, молодежь. Братья попросили меня сказать проповедь на тему дела и вера. Это очень серьезная тема и очень серьезный вопрос нашей жизни. И чтобы ответить на вопрос дела и вера или дела веры, мы должны обратиться к Слову Божьему, к Священному Писанию, что Бог нам говорит о делах и о вере. И мы можем тогда увидеть, что Бог хочет, чтобы мы понимали и верили, как жили. Давайте мы откроем с вами Якова 2 глава, с 14 стиха мы будем с вами читать. Якова 2 глава, с 14 стиха. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложил на жертвенника Исаака сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. Исполнил слово Писания, веровала Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он оречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Подобно Ираа в блуднице, не делами ли оправдалась, приняв соглядателей и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Эта тема очень близко к моему сердцу. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о делах веры. Но перед тем, как мы будем смотреть на дела веры, мы должны определить, что такое вера. Мы, будучи христианами, баптистами, которые очень часто слышим о вере, автоматически, когда мы слышим слово вера, мы думаем, что все в порядке. Но Слово Божье говорит, что есть живая вера и есть мертвая вера. Что есть мертвая вера. Сегодня мы живем во время информации, где может любой человек взять телефон, напечатать христианство, и он может просчитать все основные пункты учения христианства. И можно пересказать. Можно то же самое сделать с буддизмом, с мусульманством. И просто потому, что человек может пересказать главные доктрины христианства, просто потому, что человек может сказать, я знаю, кто такой Иисус, я верю, что Иисус есть Сын Божий, это еще ничего не значит. Потому что Слово Божье говорит, что есть мертвая вера, а есть живая вера. Есть вера, которая спасает, и есть вера, которая не спасает. Я помню, однажды зашел один человек в соседнюю церковь, мы там проводили рождественское служение, это был бездомный человек, и он начал просить деньги у нас. И мы решили побеседовать с ним, не только дать ему что-то, но побеседовать, рассказать о Христе. Я помню, я отошел с ним в комнату, и мы там начали беседовать. Я говорю, я хочу тебе рассказать о Иисусе Христе. Я хочу рассказать о Боге. К моему удивлению, этот человек говорит, я знаю, кто такой Иисус Христос, и он мне точно и четко объяснил, кто есть Иисус Христос, что он верит в Слово Божие, что он читает King James Bible, что он возрожден. Но что интересно, когда он это объяснял, я заметил, что этот человек находится под каким-то влиянием, или алкоголь, или наркотики. Я не мог сразу определить, но я видел, что человек не в нормальном состоянии. Но это меня озадачило, потому что человек мог мне точно и четко объяснить, что такое христианство. Я помню, когда мы еще учились в колледже, одно из служений, в котором мы участвовали, мы ходили door-to-door knocking. И мы, это было на юге, на юге очень много христиан. Я помню, когда мы зашли в один дом, я постучался, мы заходим, видим большую такую корзину бутылок с подалкоголя. Открывает дверь человек. Он начинает разговаривать со мной. Я вижу, что сзади в него дым идет. Я говорю, это смок. Он говорит, а это мои сигареты. Я просто спрятал. Я начал ему говорить о Христе. Я говорю, что здесь недалеко Бабчистская церковь, мы хотим тебя пригласить. Он говорит, не волнуйся, все в порядке. Я сын пастыря. И он мне детально объяснил, что он является детем Божьим, что он верит в Писание, в Слово Божье, что он духовно возрожден. И как он мне объяснил, я даже не мог к ничему упрекляться. Слово Божье говорит, что вера без дел мертва. Президент Бабчистской Южной Конвенции, которая самая большая бабчистская организация в мире, сказал так. Наши люди очень много слышат о вере, и они уже забыли, что надо что-то делать. И сегодня я хочу подчеркнуть, что живая вера, братья и сестры, имеет дела. И я хочу посмотреть сначала на мертвую веру. Что это за вера? И потом хочу посмотреть на живую веру. Первое, я хотел бы посмотреть стих 14. Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Интеллектуальная вера, только вера, которая основана на знании, это мертвая вера. Если человек только имеет знания, но это знание не проявляется в его жизни, это мертвая вера. Смотрите, что Иаков говорит. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти? Можно красиво рассказать, какие мы христиане. Можно красиво рассказать, во что мы верим. Можно красиво рассказать церковные уставы, как мы его понимаем. Но если жизни нет, если плодов нет, во что мы верим, если дел нет, то наша вера мертва, Слово Божие говорит. И Иаков дает пример. Говорит, представьте, что к вам пришел брат, который имеет нужду. Он голоден, у него нет одежды. И вы, зная его нужду, вы зная, что у него есть нужда, вместо того, чтобы помочь ему, сказать, вот у меня есть лишнее одеяло, вот приходи ко мне домой, мы вместе покушаем, поужинаем. Вы говорите ему, иди с Богом, с миром брать. Вот мы встретили человека в церкви, у которого есть нужда, и мы можем помочь ему. Но вместо того, чтобы помочь ему, мы говорим, наш есть стандартный баптистский ответ. Мы помолимся за тебя, брат. Я буду за тебя молиться. И вместо того, чтобы помочь, проявить, мы отпускаем этого человека. Интеллектуальная вера – это мертвая вера, которая основана на знании. Что, братья, пользуемые, если кто говорит, если он только говорит о своей вере? Иисус Христос сказал, не всякий говорящий, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, можно очень красиво рассказывать о своей вере, можно красиво говорить о своей вере, но дел не иметь, плода не иметь. Я помню, когда мы беседовали с разными людьми, и ты встречаешь человека, и он может тебе красиво рассказать о своей вере. И когда я у него спрашиваю, а когда ты был в последний раз в церкви? О, я уже не был, может, полгода назад. Что? Что? Ты верующий человек? Ты говоришь, что ты возрожденный? Ты говоришь, что Дух Божий живет в тебе, и тебя даже не тянет в церковь? Ты не хочешь быть в церкви? Ты не хочешь быть и иметь общение с верующими людьми? У тебя нету никакого интереса? Тебе интереснее быть среди неверующих в клубе, в грешных местах, и ты называешь себя верующим человеком? Когда ты в последний раз читал Библию? О, это было давно. Когда ты в последний раз молился? О, я не помню. Ты называешь себя верующим человеком? Ты идешь на небо, будешь с Господом на небе, ты говоришь, вечность проводить, и ты даже не молишься, ты даже не общаешься с ним? Сегодня мы живем на так называемой кавычках христианской стране, и много сегодня людей в этой стране говорят о своей вере. Много сегодня людей могут красиво рассказать о своей вере. Но когда мы начинаем спрашивать, что это вера, как она повлияла на их жизнь, что она сделала в их жизни, то мы видим, что их вера это всего лишь интеллектуальное знание, это всего лишь то, что они узнали, выучили в своей жизни, а как там, может, получили информацию о христианстве, и они имеют это знание, но там нету жизни. Сегодня я хочу спросить у тебя, дорогой друг, в чем твоя вера состоит? Это всего лишь знание? Или это жизнь твоя? Видны ли дела, плоды веры в твоей жизни? Или ты всего лишь имеешь знание? Я помню, когда я учился в семинарии, я начал разговаривать с одним человеком, и этот человек мне говорит, ты знаешь, что недавно, только два года назад я испытал духовное возрождение. Я вырос в христианской семье, я ходил с детства в христианскую школу, я потом пошел в христианский колледж, я пошел в семинарию, и все это время я имел знание, но я не был духовно возрожден. Можно иметь знание, но не иметь живой веры. Итак, первый признак мертвой веры, когда вера всего лишь основана на знании, она основана на каком-то интеллектуальном понятии о Христе, о Писании. Слово Божие говорит дальше, что есть еще другая категория мертвой веры. Стих 19, ты веруешь, что Бог один хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Мы видим, что бесы веруют, и трепещут, трепет, это эмоция, это чувство. Мертвая вера, это не только интеллектуальная вера, но это также только интеллектуальная и эмоциональная вера, где там всего лишь есть эмоции, интеллект. Смотрите, во что верят бесы, что Слово Божие говорит. Матфея 8, 28 говорит, что тебе до нас Сын Божий. Бесы веруют, что Христос есть Сын Божий. Я знаю, кто ты, Святой Божий. Бесы веруют, что Христос Свят. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Бесы веруют, что есть суд, что есть конец, что есть наказание, что есть ад. ад. Если честно, я вам скажу, если бы я встретился с человеком, который сказал, что я верю, что Христос есть Сын Божий, что Христос есть, что Он есть Святой, и что есть суд Божий, который ждет все человечество, я бы принял этого человека за возрожденного человека. Но бесы имеют это знание, они имеют это понимание, они имеют страх. Но если ты скажешь им покоритесь Богу, они скажут нет. Человек может иметь знание о Боге, человек может даже им испытывать определенные чувства, но все равно он может иметь мертвую веру, потому что все, его вера построена только на его знаниях, на его чувствах. Но когда мы начинаем говорить о его жизни, когда мы начинаем говорить ему, что есть слово Божье, и Бог говорит тебе, что тебе надо поменять твою жизнь, если до покаяния ты был одним, то после покаяния тебе надо стать другим, потому что духовное возвращение это переменение на жизни, и если у тебя до покаяния и после покаяния такая же самая жизнь, значит что-то не так происходит в твоей жизни. И когда мы начинаем человеку объяснять, что ему надо покориться Богу, покориться то, что Бог говорит в Слове Божьем, и говорит, о нет, это не для меня, то это показывает в каком состоянии человек. Сколько раз я встречал в своей жизни, когда человек верит, что Бог есть, и он может даже испытывать какой-то страх перед Богом, но когда ты начинаешь ему говорить, что Библия хочет от него, что Бог показывает ему, что ему надо сделать, он говорит, нет, у меня нет времени для этого. Мертвая вера это только интеллектуальная вера, мертвая вера, это только вера, которая построена на интеллекте и на эмоциях. Я помню, я читал однажды одну историю, как один знаменитый проповедник в Англии, Мартин Лойт Джонс, рассказывал о своей жизни, к нему пришел один неверующий человек, и он пришел на вечернее служение, его не было на утреннем служении, и он знал, что этот человек, он очень много пьет алкоголя, он алкоголик, и он, скорее всего, был пьян, в субботу, он не смог проснуться, в воскресенье утром проснуться, и он пришел только вечером на служение. И он говорил проповедь о покаянии, он видел, как вот этот человек, который страдал проблемой алкоголизма, сидел просто и рыдал. И у него появился вопрос, может мне сделать призыв, я вижу, что человек плачет, что он хочет, а потом он подумал, может как-то он почувствовал, что Дух Святый его направляет, давай я подожду. И когда в конце служения он подходил, он поздоровался с этим человеком, они разошлись. В понедельник они встречаются на дороге опять. этот человек, который страдал проблемой алкоголя, он говорит, ты знаешь, тебе надо было вчера сделать призыв, а тот говорит, ну если ты хочешь покаяться, мы можем помолиться сейчас, если у тебя есть желание. Не, говорит, сейчас уже я не буду, вот вчера бы я помолился. И он сказал ему в ответ, настоящее покаяние, я бы тебя в три часа ночи разбудил, и ты бы захотел покаяться. Это было всего лишь эмоция. Слово Божье говорит, что так же, что есть живая вера, братья и сестры. 22 стих. Видишь ли, что вера содействовала делам его, а делами вера достигла совершенства. Живая вера, она основана на Слове Божьем, потому что Слово Божье говорит, и так вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Живая вера начинается со Слова Божьего, когда человек слышит Слово Божье, когда Бог призывает его через Слово Своё. Живая вера имеет плод дел. Жизнь человека меняется. Когда человек принимает Христа как личного Спасителя, когда человек возрождается духовно, когда Бог живет в человеке, то жизнь человека начинает потихоньку меняться. Начинаются проявляться плоды живой веры. Живая вера получает жизнь от Христа и потом живая вера проявляет жизнь Христа в своей жизни. То, что она получила, она проявляет в своей жизни. Живая вера включает всего человека, она не включает только эмоцию, интеллект, она включает эмоцию, интеллект и волю. Волю человека она включает тоже. Когда человек слышит Слово Божие, когда Бог показывает ему, человек не просто подумал об этом и отошел, или почувствовал что-то и отошел. Нет, человек услышав, он прилагает свою волю. Он исполняет то, что Бог говорит ему. Если Слово Божие показывает ему, что ему надо покаяться, если Дух Святой его обличает, то не просто говорит, да, я грешник, и может печально себя как-то почувствует и уйдет. Он слушает Слово Божие этот человек и он понимает, что ему надо сделать акт воли, ему надо выйти покаяться, ему надо сделать шаг своей воли. Иаков показывает нам пример живой веры. Итак, я хочу подчеркнуть, есть мертвая вера, которая разделяется на две категории, интеллектуальная только, или интеллектуальная, или эмоциональная. И есть живая вера, о которой говорит Иаков. И в живой вере есть дела, есть плоды. Живая вера производит дела в жизни человек. Иаков показывает пример в Писании, два примера, где люди имели живую веру. Первый он приводит Авраама. Слово Божие говорит в 15 главе, Авраам поверил в Господу, и это вменилось ему в праведность. Это было в 15 главе. Бог показал Аврааму, что Бог благословит его, что он размножит его потомство, и Слово Божие говорит, Авраам услышал Слово Божие, поверил в него, то, что он услышал, и это именилось его праведность. 30 лет спустя, 30 лет спустя, Бог приходит к Аврааму и говорит, «Я хочу, чтобы ты принес своего сына единственную жертву». И мы видим, что живая вера Авраама имеет действие. Это не было легко Аврааму, братья и сестры. Авраам встает, он идет и он делает. 30 лет спустя, когда человек принимает Христа, когда он духовно возрождается, когда он имеет живую веру, то это не происходит только один раз в его жизни, где он покаялся, и все. Это происходит всю остальную его жизнь. Он хочет слушать Слово Божие, он хочет жить духовно, расти духовно, он хочет вникать в Писание и знать, что Бог хочет от него, он хочет пребывать в молитве, его теперь тянет к духовному, его сердце открыто к духовным истинам. У меня есть знакомые, которые называют себя верующими людьми. Но что интересно, когда с ними поговоришь, они могут очень хорошо, как Яков говорит, говорить о своей вере. Но когда ты начинаешь спрашивать о их духовной жизни, о церкви, которую они посещают, ты видишь, и вы знаете, мне кажется, это очень страшное состояние, когда человеку просто не надо Бог. I can live without God. Просто не надо Бог. I just don't need God. Жить в таком состоянии, когда мне просто Бог не надо. I'm ok без Бога. Я могу жить без Бога, я могу жить без церкви, могу жить без Слова Божьего, без общения со святыми, я могу жить, меня нету, меня не тянет к духовному. Вопрос, какая это вера, что нету даже желания, что человек даже не хочет, что человек даже не стремится и не ищет Бога. Второй и последний, я хочу сказать, пример, который Иаков приводит о живой вере, это Раав блудница. Раав услышала о том, что есть Бог живой, она услышала о всех чудесах, которых Бог делал с израильским народом. И Слово Божие говорит, хотя весь город, все люди в городе испугались, но у Раав блудницы не только было знание и страх и чувство, но когда она увидела шпионов израильских, которые пришли посмотреть, то она рискуя своей жизнью спрятала их. Мы видим, что живую веру Раав, что это не было просто знание или чувство, мы видим дела, то, что она рискует своей жизнью, что она прячет этих людей, что это не просто слова. Знаете, меня больше всего удивляет что Раав поверила в Бога, имея такое маленькое количество информации. Мы имеем Библию, мы имеем Духа Святого, который обличает и говорит нам, мы имеем Иисуса Христа, и мы не верим. А Раав имела всего лишь чуть-чуть, немножко, и мы видим, что она поверила. Дорогой друг, может сегодня Господь касается твоей души, и Бог задает тебе вопрос, какая у тебя вера? Является эта вера только на языке, на эмоции, или эта вера является на деле? Вы знаете, у меня на работе проходят в конце года всегда job review, как многие из вас имеют. И в этой job review я должен записать, как я думаю, у меня прошел год, и как я вообще работал. Я должен сесть и проанализировать весь год, как я проработал, и написать. Сегодня, может, Господь задает вопрос тебе, дорогая душа, чтобы ты сделал духовное review своей жизни, чтобы ты проанализировал, как ты живешь перед Господом, что ты делаешь, какова твоя вера, является ли это только знанием, или эмоцией, или это живая вера, где ты применяешь свою волю, ты стараешься жить по Писанию, ты стараешься исполнять то, что Бог тебе говорит, у тебя есть желание и стремление к идти к Богу, однажды один человек сказал так, что человек может потерпеть в своей жизни кораблекрушение двумя путями, или потерпеть кораблекрушение веры, потерять свою веру, есть два пути. Первый путь, это, как сделала жена Иова, некоторые люди, когда приходят в их жизни скорби, особенно тяжелые времена, они сдаются, они разочаровываются в Боге, они охлаждаются, они замыкаются, они огорчаются на Бога, это первый путь. Второй путь это комфорт, когда мы расслабляемся, когда мы начинаем просто забывать о Боге, когда Бог нам начинает быть не нужен. Новая Англия является одним самым безбожным местом в Америке. Массачусетс, Нью-Хэмпшир, Вермонт, это самые безбожные штаты в Америке по статистике. И как важно нам, братья и сестры, гореть, как важно нам иметь не мертвую веру, а живую веру, как важно, чтобы наша вера приносила дела, чтобы люди видели, как важно нам пребывать в Боге, общаться с Ним, и просить, чтобы Христос проявлял свою жизнь через нас. Аминь.